Феррари подарили победный дубль Мерседесу в Бахрейне. Вместо победного дубля Феррари довольствовалась третьим местом Леклера. Британский пилот Мерседес Льюис Хамилтон выиграл гран-при Бахрейна и одержал свою 74-ю победу в Формуле-1. Стартовавший первым Шарль Леклер провалил старт, пропустив Себастьяна Фептеля и Валтери Бактаса, но молодой гонщик быстро собрался и сразу вернул себе второе место в борьбе с Бактасом, которого после этого обошел еще и Хамилтон. Леклер на этом не остановился и довольно быстро догнал и обогнал Фептеля, а выйдя в лидеры, он стал показывать один быстрый круг за другим, наращивая преимущество. Разорвать лидирующий дуэт Феррари в лидерах Хамилтона удалось благодаря лучшему пит-стопу, правда Феррари все равно было быстрее, поэтому Льюис вынужден был почти без борьбы вновь пропустить Себа на вторую позицию. Самое интересное началось после второй волны пит-стопов. Если у Леклера все прошло спокойно, то после остановки Хамилтон насел на Фептеля и в упорной борьбе обогнал немца, при этом Себа развернула. Контакта не было, а пилот пожаловался на свежие шины, которые не удержали его при сильном боковом ветре. Спустя несколько секунд Фептель повредил еще и переднее антикрыло и был вынужден ехать на пит-стоп за полностью новой передней частью машины, оказавшись седьмым. До конца гонки два места он отыграл, но не более. Глядя на проблемы Фептеля босса в Феррари успокаивало уверенное лидерство Леклера, но вдруг у него начались проблемы с мотором. Буквально за несколько кругов Льюис догнал соперника и вышел на первое место, затем Баттас всего за семь кругов отыграл 30 секунд у Леклера. Должен был Леклер и вовсе опуститься на четвертое место, но за три круга до финиша одновременно на первом повороте выключилась техника Урино Хюлькинберна и Риккарда. В итоге на трассу выехал автомобиль безопасности, под которым гонка и завершилась. ТОП-10. Хамилтон, Баттас, Леклер, Ферстаппин, Фептель, Норрис, Райкканен, Гасли, Альбон, Перес лучший круг, Леклер. По материалам сайта Ньюзгроком.